Я вот хочу сказать два слова о нашей импровизации с Амиром, когда мы делаем дикие голоса. У меня в 60-х годах была пластинка африканской деревни, и поэтому то, что делает Амир, мне не кажется диким. Просто мне кажется, как раз вот подчеркнуто, и развивается традиция. И нам не кажется диким. Да? Мне кажется, это диким, но я вспоминаю, что в Африканские традиции деревни меня с этим примеряют. Дики в смысле деревни. Именно так и поют в африканских деревни. А я как раз хотела предложить тему зоопарка, потому что у меня одна моя приятель. Недавно стала директором нашего московского зоопарка. Да ладно. Да, следочка Акулова. Да? И она такая прямо, да, они там сейчас все поменяют. Ну как недавно, но след 10. Ну какой 10? Ну года 3, наверное. Года 3. И она даже предлагает прийти в понедельник, когда выходные дни говорят. У меня очень стуканый. И что ей же поменяли, она говорит. Нет, да. В зоопарке можно поместить в нашу мауку. Нет, нет, нет. И я буду говорить Марта на старт. Внимание, Марта. Она будет прыгать. Да, да. И Савулька будет радоваться. Она впервые в мире увидит. Кроме Марты. Нет, Марта с удовольствием прыгает завтракать. Нет, ну за партой ей вообще сидеть. Что за радость-то? Вообще она смешно рассказывает. Ну вы приходите специально номер такой устроить. У них там как бы рассчитано, ну вот они птиц кормят свои. В 10 утра, ты сделай такое предложение. В 10 утра в зоопарк. Ты проснешь, ты не тревожишь в 10 утра. Которые говорят, на старт, внимание, Марта. Она прыгает и завтра. Ты в это время будешь смотреть Эрлисон. На старт, внимание, фарш. Ты в это время только недавно ляжешь спать. Ну она для своих птиц. Для своих птиц, да. Но она говорит, что прилетает, у нас, говорит, в 2 раза больше прилетает все рот вот этих нахлебников зимой. При этом они исчезают и как бы не хотят участвовать в процессе. А зимой они все прилетают. А еще она интересно рассказывает, говорит, вот звери не любят, когда на них смотрят. И они идут, когда 6 часов вечера. 6 часов закрывается вечера. И вот там стояли дети, допустим, 2 часа они просили, молка, ну выйди к нам, покажись. А он даже не показывал. Вот как он чувствует, что уже 6 часов вечера. Он сначала нос высунет, потом так и так. И потом он выходит, уже видит, что они уже вынуждены уйти. И поэтому у нее многие друзья просто, чтобы она их проводила в понедельник, когда выходной день. А в понедельник они как-то вот, они понимают, что никого нет, и они свободно гуляют, и их всех можно уйти. Спокойные. То есть звери понимают, когда людей нет. А тогда могут просто пить от души. А где Галя? Ушла мальцами? Галя была тут только что. Пойдусь. А где твоя девушка? Пойдусь-ка. В дальней комнате. Они, наверное, пошли поболтать. Я ее место занял. Она большая. Слышите, по словам, большая. Да, это все трезво. Я предложу, чтобы она была трезво. Поэтому как-то наоборот все. Ты разжаловался? Да, да, да. Мне как-то это ловкочко. Ну, все равно, я разнообразие. Там я уже был. Давайте. Да. Так, тему давайте придумаем. Какую-нибудь такую. Кавер. Ну, например. А? Да, ну, да, 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 да. Ну, например, там, я не знаю. Праздник удался. А, нет. Кавыши. Давайте конкурс темно строим. Какая тема? Тихо. Просит гавань. Гавань? Гавань. А, тихой причем. Тихая гавань. Тихая гавань. Тихая гавань. Ничего не предложили? Деньги любят тишину. Деньги любят тишину. А, все про тишину. Угу. Ну, сказали, что в 12 ночи надо тихо-тихо-тихо. Все, больше тем нет. Нет, это отбищенская ярмарка. Как? Отбищенская ярмарка. Да ну что вы. Мы сделаем все вместе. А, по-моему, это клево, слышишь? И градуси, и тишину, и гавань. А ярмарка? Небо не просит? Ярмарку тоже. Если не забудем, конечно. Слышь, периодически. А вот у Генбеля есть такая опера. Или это не у Генбеля? Генбеля. Ой, господи, я уже не понял. Триумф времени и бесчувствия. А вот вам тихо. Триумф времени в гавани. И бесчувствия, наверное. А, ну, это твое первое. Триумф времени в гавани. Не в гавани. Триумф времени в гавани. Играет музыка 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 Играет музыка